Я готов ответить на любой вопрос. Врать-то не надо, поэтому слова сами лепят в ответ. Говорим, значит, начистоту. Цели. Зачем тебе вообще корпорация? Есть ли эта цель? Ну, с самого начала создания, два года назад, уже тогда я ставил себе задачу, как минимум, создать альянс, захватить клайнер. Ну, а как максимум стать вообще лучше всех в плане нуля. В принципе, хорошие цели. Вот два года к ней идем. Результаты уже достойные, я бы сказал. Мы в одном из топовых альянсов, на топовых позициях. Все вылеты на КТА на данный момент, мы в топе 5 постоянно. Причем уже не так, как многие любят писать, а куча круцифайров, понятно. Нет, мы уже на формате сидим, на боевых дорогих кораблях. Практически 90% людей, которые посещают, там все на форматах. Так что идем к цели. Клайн свой, зачем вообще это? Ну, зачем вот эти вот территории, то есть на карте имеют? Для чего? Для кайфа. Просто это круто и престижно, когда у тебя свой клайн. Ну, причем именно заработанный лично усилиями твоей корпорации, твоего, без договоренностей, союзниками, тебя заселили, тебе помогли, там, подсадили, там, присаживайся, да. Башляй только, да? Да, нам это не интересно абсолютно. Мы идем к цели сами. У нас свой путь, оно так и есть, и два года мы идем по своему пути. Все, что происходит и происходило, это запланировано, и мы работаем по плану. Я к тому, что люди пишут, что сами тут все рассказываете, там, русские, не русские, а сами находитесь в англоязычном альянсе. Ну, а куда идти? Нормальных русских альянсов нет. Вот и сидим в англоязычном. Какие проблемы? Угунов до хрена русских корпораций. В пандемике всегда. Чувак, хорошая жизнь. Ну, сидим, растем. Тут перспектива есть, в отличие от других наших братанов. То есть, получается, если я правильно понял, в Wave Online есть, ну, не так много показателей, которые говорят о твоей успешности. Ну, наверное, для рядовых, там, простых бойцов, начинающих, да, пилотов, это иски, наверное, все-таки, да. Чем больше ты зарабатываешь, тем ты успешнее. Или, наверное, вот показатель, там, киллборды. Ну, каждый сам для себя выбирает такой показатель. То есть киллборда зеленая или красная. Ну, а для корпорации, наверное, все-таки, это вот обладание своей территорией. Я правильно понял? По этому клайму идете? Ну, почти, правда. Смотри, самое главное, вот все верно. Человеку, когда он приходит в корпорацию, самое главное, заработать деньги. И зарабатывать их как можно безопаснее, да. Это то, от чего мы отталкиваемся, когда ищем себе, ну, безопасность. И чтобы рядовой пилот мог зарабатывать нормальные деньги. На данный момент клайм нулей мы считаем самым нормальным вариантом для этого. И боевые альянсы, в отличие от рендерских альянсов, они намного лучше у компании. Понятно, что в нем требуют летать, там, типа, на КТА многим людям, там, это не нравится. Здесь это решается уже внутри корпоративно. На корпоративном уровне, как это делать, чтобы те люди, которые не очень любят ПВП, могли, как бы, и в нулях жить, и не особо напрягаясь, все-таки, приносить пользу. Потому что мы все-таки боевые альянсы. Мы это делаем, причем успешно. Шишек мы много набили, полгода, примерно, времени ушло, чтобы нормально настроить корпорацию на боевые рельсы. И на данный момент у нас реально нет обязательств. Вот и с таким подходом мы постоянно в топе повылетим. У нас нету СПГ, у нас еще нет. Просто людей прошу, ребят, вот вам космос, вот вам возможности, инструменты для заработка денег. От альянса вам отличная защита, капиталы. И ради этого, реально, по желанию, там, раз в три дня ты, там, смотался на КТА с пацанами. Вообще, как бы, не напряжено. Вот такие у нас люди в корпорации. Из-под палки кто никого не заставляет? Есть какие-то мотивации? Мотивация, она вообще в Еве одна из главных. Люди просто используют ее по-разному. Многие личную вражду используют. Просто пальцем показывают, ты враг. Не рассказывают, почему. По его мнению, ты враг для всех. И на основе этой злости люди идут, там, шашки достают и махают, да? По мне, это тоже неверная тема. Дальше, мотивация рублем низки. Ну, то есть, вот, ребят, давайте по анализам. Тех убьем, луны заберем, накопаем, перекопаем, деньги поделим. Ну, вариант номер два. Дальше. Для меня самая элементарная мотивация. Просто, чтобы человек хотел в этой игре что-то сделать, чтобы оставить о себе память, так сказать. Мы корпорация Иксов. Многие нас знают. Уже хорошо. Мы стараемся, чтобы нас знали еще лучше. Мы сейчас начали летать на войнушки на всякие разные. Поднимать свой скилл в КВП. Просто потому, что нам не нравится, что нас крабами называют. Уже давно это не так. Вот сейчас покажем некоторым людям. Как крабы воюют. Да. Крабы тоже воюют. Причем, яркий пример гуны. Полуевы захватили крабаны. Чтобы кто не рассказывал, там, и с труповопешных дядек, короче. По факту, так и есть он. Сто крабов прилетит на 10 труповопешников. И что дальше? Кто победит? И на данный момент все наши трупы ВП сидят воусеки. Билят друг друга, короче. Бесцельно. Ну, типа, КБ у них круче, чем, блядь, у того, у другого. Вот и вся разница. Ну, бесцельно, я не знаю. Ну, им интересно. Я не буду их осуждать. Мы живем в клайм-нулях. У нас тут свои приколюки. Клайм захватить, припутить, постараться. Воусеки другая тема. Ну, с их возможностями можно было бы зайти там, пободаться с кем-то. Хорошо. Если подытожить, получается, совпадают цели с академкой. Достойно представлять русскоязычное сообщество на карте ИВ онлайн. Потому что это основной показатель успешности. И когда на карте вот откроют, увидят, то станет понятно, да, что-то они себя представляют или нет. Ну, и так только языком болтают. Мы хотим этого. В этом мы солидарны, да? Мы настроены и настраиваемся на это. Это будет очень трудно, очень интересно. То есть мы не хотим зайти, как многие делают. То есть ты создаешь корпорацию, там вербуешь людей. У вас собирается 20-30 человек. И ты создаешь сразу альянс. Все, пацаны, сейчас клайм захватим. У нас альянс. У нас альянс, да. Ну что, ты приходишь к клайм нули. Там тоже сейчас, ну на данный момент так вообще. Три больших коалиции. Ты там, ну, вообще ничего не сможешь сделать, да? Может, ты с кем-то один на один что-то подтянешь. Но тебя задавят просто коалиции, кучей альянсов, да? И по факту, ну, создал этот альянс, ну, потешил свою ЧСВ, как говорится, да? Новомод. Дальше этого у тебя нет ни перспектив, нет ничего. Просто потому, что альянс, блин. А по факту, у тебя 10 пилотов, 15, ну, 20, да? Ну, ну, 50, ну ладно. Даже с таким костем пилотов, ты там ничего не сделаешь. Если ты идешь договариваться с коалицией о вступлении в коалицию, ну, чтобы тебе спейс дали, потому что завоевать ты его не сможешь с таким костем людей, то люди, которые сидят там у руля коалиции, они всегда смотрят на твою силу альянса. Ну, если она 10-20 пилотов, извини меня, тебе просто дадут нахрен ненужную территорию где-то на краю своей большой коалиции, чтобы ты в первых рядах получал люлей по лицу. И то, если дадут, дадут, наверное, только самым перспективным, да, чтобы, наверное, развивался. Если там в течение какого-то времени в этой мясорубке, наверное, не разовьется, не вырастет, то скажут до свидания. Ну, наверное, так. Вот, мою мысль продолжим. Ну, по факту-то, ну, дали, да, там, 5-6 систем, они на периферии не прокачивали, нейтралы летают туда-сюда. Ты думаешь, что ты там разовьешь свой альянс дальше? Туда никто не пойдет из новичков. Нахрен надо, там, тебя будут убивать, что-то не по КД, что-то там сможешь сделать, ни денег не заработать, ничего. И это, ну, все. То есть, вот у тебя альянс как тут был, глазчик так останется, а дальше все зависит от того, насколько у тебя и у твоих друзей хватит стамина сидеть. Мы смотрим Дотлан, вы, ну, знаете, прекрасный сайт, там, Мидос-22 альянс, и лет, там, дремучий альянс, столько лет, там, сколько, 600 пилотов, честно, за столько лет. Господи. Молодцы, конечно, ребята, стамина у них хорошая. Это не те темпы развития, чтобы что-то мочь. И по факту таких альянсов 90%. Поэтому, ну, блин, смысл. Для меня первая цель поднять корпорацию. И вот на данный момент мы в альянсе тест. Я задачу такую сказал. Мы должны стать здесь самой сильной корпорацией. Вот мы сейчас этим занимаемся. Как только мы по численности, по явке на КТА, по количеству кораблей хороших, по капитальной группе станем лучшими в альянсе, вот тогда можно будет просто хотя бы подумать, чтобы что-то делать, понимаете? Тогда, может быть, мы что-то будем мочь. А вообще, начинать надо думать тогда, когда у тебя хотя бы 200-250 человек собирается в альянсе. Лично вот с твоей корпорации. Вот тогда уже можно что-то подумать насчет альянсе. Все остальное, ну, нафиг не надо. Ну, кому-то нравится. Я альянсов направляю. Ну и что. Куча обязательств, куча всякой ненужной херни, как по факту. У тебя куча договоров. То нельзя, то нельзя, то нельзя. И все, часть, винтик, механизм. Не более того. Ну, суть-то, то есть, альянс или корпорация, это все как бы организация. Альянс, это, по сути, распознание свой чужой. По механике игры, ну ладно, альянс еще. И захватывать клайм. Логотип можно заявку подать, чтобы логотип свой был. Все. Да, да, да. Это я согласен с тобой. Все от организации. Если ты организуешь корпорацию правильно, она безболезненно, незаметно, перерастет в организацию альянса. Вообще, это не заметно. Ну, что мы и делаем. То есть, у меня офицеры настраиваются, что вот раз завтра сказал, так, пацаны, мы создаем альянс. И все будут на своих местах, не будет никаких проблем. И второе еще хочу сказать. Вот все-таки корпорация должна быть на первом месте. И лучше всего, когда ты создаешь альянс, и в нем твоя корпорация главная, а лучше вообще единственная. Легче в управлении, бережет нервы. Понимаешь, когда у тебя вот корпорация там, человек 50-60, в альянсе находятся такие же корпорации, что 10-15, по 50-60 человек, и не дай бог, несколько корпораций по 100, по 150, по 200, которые больше, чем твоя. Рано или поздно, как бы, ну, ты просто устанешь. У тебя будет каждый вечер, как бы, совещание директоров. Бла-бла-бла, тра-та-та. У каждого послушаю, у каждого свое мнение. У вас сегодня альянс, у вас сегодня много. А вы держите территорию, и потом кому-то что-то не понравилось, они взяли, свалили. Все, половины альянса нету. Как территорию удерживались? Да, конечно. Он рассыпался на боксах. Ну, это в истории вредов было, да, они там просыпались на дичей, на савар. Вот, пожалуйста. Кому-то что-то не понравилось, с тем люди ушли, с тем люди остались там, с тем летали, они с ним ушли. Вот и все. Просто элементарными примерами, вот возьми даже наш альянс, вот у нас головная корпорация, она в три раза, если не в четыре, больше, чем вторая, там, по счету корпорации, 1100 пилотов. И не беру даже вообще в расчет наши корпоры, в которых 300 пилотов, по нашим меркам русскоязычных корпораций, это большие, а там они теряются на фоне других. Там нету ни демократии, нету ничего. Все вот стержим. Несколько людей, у которых власть центральная, все остальное просто от цирка. Чат директоров, ну, это так просто. Я это поддерживаю целиком, за, и когда-нибудь, когда мы что-то делаем, у нас будет то же самое. Власть не приходит сама. Надо с тем, кто может ее взять, и кто может удержать. Нормальный такой труд. Лучше всего просто заработать своими поступками, действиями, авторитетами людей. Вот это власть настоящая. А не то, что ты за кулисной борьбой, где-то там подставил одного директора, а там второго, там что-то намутил, типа, опа, я целый, блядь, альянс, а слушайте меня, теперь я король. Ну, такое себе, честно. Когда начинаешь врать, обманывать людей, кидать на бабки, это все рано и поздно, как бы, всплывает. Либо человек начинает врать, потом уже зарываться, потом в итоге подставляться, в общем, придумывать уже не пылиться. Это все как снежный ком. Я к чему? У нас все вообще по чесноку.